Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Много лет я уже реализую инвестиционную стратегию под названием дивидендная зарплата. И сегодня видео как раз про мой дивидендный доход. Прошел очередной месяц июнь и я рассчитал факт по своей дивидендной зарплате. У меня здесь никакого трейдинга, никаких спекуляций, технического анализа, только портфельные инвестиции с приемлемым риском. Мой инвестиционный портфель сейчас состоит из двух счетов на американском брокере Interactive Brokers. На экране скриншот с обоих этих счетов. Сумма по этим счетам 245 800 долларов, что в рублях примерно 17 940 000 рублей. Кроме этих двух счетов есть еще два счета на брокере ВТБ. И сейчас вы видите скриншоты с этих ВТБшных счетов. Тот счет, который побольше, это обыкновенный брокерский счет. А там где примерно 1 800 000 это EIS. Есть еще и вот такой вот счет, его вы можете видеть по вторникам, еженедельным инвестирование 5000 рублей. Это ролики с оранжевой обложкой. Итого все вместе получается 38 350 000 рублей. Это все точная сумма на момент снятия видео. Это все можно видеть здесь на канале периодически раз в неделю. Есть, конечно, еще средства в так называемой подушке безопасности, но я не планирую их публиковать. К тому же у меня вот на этой неделе будет сделка по продаже квартиры, а это значит, что общая стоимость активов резко подрастет за счет денег от этой недвижимости, от этой продажи. Да, инвестиционный портфель в последнее время растет довольно активно. Около года назад была сумма немногим больше, чем 20 миллионов рублей, это здесь видно было на канале, а теперь уже под 40. Но самое важное, эти активы уже давно генерируют растущий с годами дивидендный доход. И вот как раз об этом сегодняшнее видео. Даже в прошедшем кризисном году дивидендный поток у меня вырос относительно предыдущего до пандемического года, причем вырос существенно. Я это показывал в итоговом видео за 2020 год здесь на канале. Итак, начинаем. Дивидендная зарплата – это доход от инвестиционной деятельности в виде дивидендов. Рассчитывается дивидендная зарплата по простой формуле. Беру общую сумму дивидендов за год и делю ее на 12. В прошедшем году дивидендами я получил чуть больше 1 миллиона 200 тысяч рублей, что соответствует примерно 100 тысячам рублей в месяц пассивного дохода, 100 тысяч рублей дивидендная зарплата. Это был конкретный факт, все расчеты и соответствующий факт получения дивидендов показаны на канале. Ну и так, для справки скажу, что за 2019 год дивидендная зарплата была около 75 тысяч рублей. А в последнем расчете с учета майских выплат мой прогноз по среднемесячному дивидендному доходу уже вот на этот текущий год составил 120 тысяч 700 рублей. Очевидно, что дивидендная зарплата растет из года в год. Надеюсь, что ваша зарплата на работе тоже растет, ну хоть какими-то темпами. Вот у меня, например, зарплата на моей основной работе в прошлом году очень сильно упала, а вот дивидендный доход наоборот заметно вырос. Я очень хорошо тогда почувствовал эффект от инвестиционной деятельности вот в той самой ситуации. Сразу хочется сказать тем, кто умеет считать и уверен, что 120 тысяч рублей с капиталом в 38 миллионов рублей – это очень мало. Ну, как правило, такие комментарии еще содержат следующие аргументы, типа на банковском вкладе выгоднее или можно купить несколько квартир и сдавать их без проблем и будет получаться больше. Ну, во-первых, общая сумма портфеля выросла за прошедший год почти на 100% вместе с рынком. Это с учетом пополнений, но они эти пополнения явно не внесли основной вклад в такой вот рост. Пополнения у меня были небольшими, я о них все рассказывал, все можно проверить. Во-вторых, для вас, для скептиков, было создано вот это видео. Смотрите, разбирайтесь. Там ответы именно на перечисленные вопросы. Кстати, чисто дивидендных активов в портфеле пока еще около 70-75%. Это грубо, так как есть еще часть активов, которые можно классифицировать как рост плюс дивиденды. Это означает, что у портфеля еще остается потенциал роста дивидендного дохода. И я его обязательно реализую, когда увижу в этом смысл. А ростовые активы, то есть активы, которые растут и дивидендов не платят, в портфеле быть обязаны. Но их доля в портфеле однозначно должна зависеть от возраста инвестора и других характеристик его индивидуального риск-профиля. От нескольких характеристик. Так что, если я составляю портфель 20- или 25-летнему инвестору, то в нем ростовых активов явно будет больше, чем в портфеле для 45-летнего инвестора. И это должно быть очевидно. Риски нужно уметь балансировать и, естественно, учитывать. Коллеги, важное. Сначала составляется грамотный, сбалансированный по классам активов и рискам портфель. Потом инвестировать. В большинстве случаев, как я вижу, просто покупается что-то наобум по советам брокеров и гуру инвесторов из Ютуба. Так делать не надо, так делать нельзя. Это очень неправильно. Это уже получится не инвестиция, это просто какое-то бездумное развлечение и дань моде. Ну, все типа так делают, я тоже буду это покупать. Составить индивидуальный портфель – это не тупо купить 20-25 акций. Вот эти 25 акций – это просто никакая диверсификация. В портфеле нужно правильно сбалансировать, распределить классы активов и риски. Ну, это нужно делать умеюще. И тогда со временем и капитал будет расти, и дивидендная зарплата, в общем-то, тоже. Так, давайте ближе к телу. Июнь закончился и принес дивиденды на мои и ваши брокерские счета. Также в прошедшем месяце я докупил немного дивидендных активов и тем самым теоретически увеличил свою дивидендную зарплату текущего года. А сейчас давайте я покажу полученные дивиденды за вот этот самый июнь и пересчитаю с учетом этих фактовых корректировок свою среднемесячную дивидендную зарплату в этом году. Ну, вот смотрите, это дивиденды за июнь по двум моим счетам на Interactive Brokers. Я понимаю, что плохо видно, но список большой, сделать скриншот крупнее и с более лучшим качеством у меня не получилось. Итого больше 1400 долларов, но там видны итоги, 1400 долларов дивидендами в этом месяце. Здесь вы видите ETF, рейд и отдельные акции. По этим тикерам, если рассмотреть, совершенно легко понять название фонда или конкретной акции. Рассказывать про каждую строчку я не стану, это долго и вряд ли интересно. Так, кроме того, в июне я получил дивиденды и на ВТБ. А именно, от Роснефти пришло около 5000 рублей, 2000 рублей от МРСК центра, 5000 заплатил Интеррау, 12 от Северстали и примерно столько же пришло от Норникеля. Точные цифры я сейчас не называю, так как все четко у меня учтено в соответствующих таблицах, а сейчас я даже немного округлил в меньшую сторону. Продолжаю. Теперь немного аналитики и сам расчет дивидендной зарплаты. По иностранной части пришло дивидендов опять чуть больше, чем предполагалось по плану. Американские имитенты сейчас преимущественно увеличивают дивиденды, а не сокращают. Ну, типа плохие времена позади. Я совсем недавно в своем телеграм-канале сделал пост о ситуации с дивидендами в банковском секторе США. Я там конкретно расписал, какие банки и насколько поднимают дивиденды. А банковский сектор сейчас не единственный сектор, который поднимает дивиденды, и это, конечно же, радует. И, как следствие, постепенно слегка увеличиваются дивиденды и по ETF. Все это вместе позволило в очередной раз слегка откорректировать прогноз по выплатам на текущий год в сторону увеличения. Это довольно объемная, сложная, но приятная корректировка. В общем, в итоге смотрите вот эти данные по Interactive Brokers. Это часть таблицы с прогнозными итогами за 2021 год. Эта часть таблицы вся на экран, конечно же, не вылезает. Смотреть нужно только нижнюю строку. Таблицы прогнозные итоги по дивидендным выплатам за текущий год. Первая строка – это план, вторая – факт. А вот это вот дальше уже идет российская часть инвестирования на брокере ВТБ. Это уже вот здесь вот уже в рублях, предыдущий был в долларах. Предпоследняя строка – это за минусом налогов, последняя разделена на 12. Это, в общем, справочная информация для меня. Итак, выходит, что по общему прогнозу с учетом выплаты июня за 2021 год я буду ждать дивидендами 8 523 доллара и 1 104 900 рублей рублями. И все вместе в рублях, вот по курсу 73 рубля, ну, можно пересчитать по другому курсу, там, если захочется. Суть, в общем-то, не в этом. Так вот, по курсу 73 рубля получится 1 727 000 рублей. И вот сейчас самое время вычесть налоги на дивиденды. Отнимаю налоги от общей суммы, реально чуть больше отнимаю за рейдов, получается без налогов 1 473 054 рубля. Всего за год по уже скорректированному с учетом июня плану выходит, что я получу дивидендами от инвестиционной деятельности именно эту сумму – 1 473 000 рублей. Делю эту сумму на 12 и получается 122 750 рублей. В общем, 122 750 рублей – это и есть моя прогнозная среднемесячная дивидендная зарплата на текущий год по новому июньскому расчету. И это очень недалеко от цели на текущий год. А цель была, если вы помните, 125 000 рублей среднемесячно. Как вы видите, моя дивидендная зарплата продолжает расти в сторону глобальной цели в 190 000 рублей. Кстати, после инвестирования денег от продажи квартиры или даже после покупки итальянской туристической недвижимости, дивидендная зарплата у меня резко поднимется. И финансовая независимость для меня вполне может наступить уже в следующем году. И об этом подробнее я расскажу уже в следующем выпуске по дивидендной зарплате через месяц. Все это результат многолетнего инвестирования. У меня никогда не было собственного бизнеса, доход я получал от работы и зарплаты. Так что и вам все это доступно. У кого-то больше получится, у кого-то меньше, и это будет нормально. А на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит и да пребудет с вами сила сложного процента.